Время настолько быстро идет, есть только миг между прошлым и будущим, да, настолько быстро идет время, что вот мы еще недавно только с Рудиком познакомились, а прошел уже, извините меня, лет 15, наверное, я даже боюсь сказать, потому что музею только уже 10 лет, а мы еще до этого, ну, конечно, у Рудика там полно друзья, там по 50 лет друзья и так далее. Мы когда с ним познакомились, он, сейчас скажу, где, значит, организовал, это мне, меня, ну да, значит, он организовал вечер, это потом клуб офицеров назывался, офицерский клуб, да, а тогда диско был какой-то клуб, вот, и там много людей всегда, это было под день рождения Косаркадия Северного, помнишь, да, 12 апреля был, еще там, еще один праздник, это день рок-н-ролла, конечно, день рок-н-ролла, был вот этот большой концерт, и там мы с ним познакомились, правда, мы здесь же с ним почти, ну, не поругались, но как-то у нас получилось так, что как-то разошлись, ну, там что-то деньги, я никогда о деньгах не думал, мне деньги не нужны были, вот, ну, Рудик тогда как-то так, и потом совершенно случайно мы с ним где-то через полтора года примерно, через полтора года опять где-то мы с ним встретились, и вот после этого у нас с ним нерушимая дружба, после этого, да, мы никогда ни о деньгах с ним не говорим, никогда, потому что Рудик-то сам по себе, он никогда не думает об этом вообще-то, это люди, и поэтому то, что и Леша, а, ты не слышал то, что Леша написал, Леша, очень хорошо, и ты должен еще написать отзывы, потом, попозже, да, напишешь, Лешка Великолепто написал, я считаю, потому что на самом деле, Рудик, я считаю, это патриот России, патриот России именно, я говорю России, в самом хорошем смысле этого слова, что в России много хорошего, но то, что сделано, сколько здесь трагедий в России произошло, это кошмарно, конечно, и то, что он сделал, вот этот музей, я так хочу сказать, что, ведь понимаете, человек всю жизнь посвятил, всю жизнь посвятил, ему интересна была звукозапись, была, и у него весь этот музей посвящен звукозаписи, Причем не только была, а и есть, и есть, и сейчас интересно, ну это понятно, если бы не было интересно, это все, сейчас мы не сидели, да, да, и вы знаете, еще хочу, вот, ребята, что сказать, важную вещь, мне тоже понравилось, пока тебя не было, он об этом говорил, Конечно, пока мы не покаемся, за те еще миллионы жертв, ничего хорошего не ждет, и вот, я извини, уж твоими словами, сейчас говорю, то, что сказал, стоит только хотя бы начать каяться, у нас сразу пойдет, но мы, народ не покаялся вообще, за миллионы жертв, которые были, вот, во время войны и так далее, понимаете, И еще хочу сказать, это, по сути дела, про веру, и мне сейчас, все говорят, сейчас, я мне особенно, я всегда говорю, что вера это более высокое понятие, чем вот конкретно, там, религия и тому подобное, Но, Бог, Творец, я пример привожу Родика, любой человек может, если у него есть какая-то мечта, он может ее реализовать, вот, Родик, как раз, является примером такой мечты, у него была мечта, он ее реализовал, он хотел, ему везде постоянно, как угодно, называйте Бог, не Бог, Творец, В Штаты приехал, ему всегда Бог шел навстречу, потому что ему хотелось этим заниматься, ему досталась студия уже, чем студия, ведущая студия, где самая культура, ну, по сути дела, вся культура России в этой, ну, в студии была, она ему досталась практически за маленькие деньги, у него этих денег даже не было, по большому счету, но ему даже с деньгами повезло, ему помогли, потому что, когда он уезжал, он уехал с одной пищемашинкой, которая там разобрана плечом была, я правильно примерно говорю? Была разобрана, они через Италию все ехали, но есть еще большое счастье в том, я считаю, что у него всегда было большое количество друзей, везде было большое количество друзей, которые ему помогали, я считаю, да, обязательно хочу Сашу вспомнить, дочку хочу вспомнить, потому что, ребята, может, не знают, там, Леша не знает, ведь у него дочь, старшая дочь у него в Канаде живет, значит, сын у него живет в Нью-Йорке, Бенджамин, да, а не Бенджамин, это Бенджамин, Бенджамин, правильно, а у этого, у Жени Драбкина, забыла, как, ну ладно, что-то выскочило, ну ладно, и еще дочка у него, Саша есть, которой мы вот, ей когда было, мы ей 18 лет праздновали, очень умная девочка, хорошенькая девочка, очень умная, и ты знаешь, я очень счастлив вообще, что она съездила туда в Штаты, то, что они, я не знаю, правда, как она съездила, я ее не видел ни разу после этого, ну я надеюсь, что она хорошо съездила, она, наверное, у брата была, я так понимаю, да, у брата была, хорошо съездила, на самом деле я не хочу, ребята, долго говорит, потому что я буду тогда один говорить, для чего я люблю этого человека люблю и мы поэтому к нему приехали потому что ну так получилось саша в москве живет лёша тоже лёша сейчас ходить не может он болит ты понимаешь человеку он не попал что он и не пенсии нет и мужики на что ему есть ничего представляешь вот наша страна такая вот так живем нельзя болеть я тогда привез людей и сейчас решил людей привести потому что и чтобы ну как то что мы живы мы тем не менее мы живы то уж ты столько перед пережил по большому счету на самом деле ты настолько закаленный понимаешь нормально еще на том свете встретимся еще не один раз я думаю встретимся давайте сначала на этом мы не закончим на этом еще много дел извините что и на этом еще много дел на этом много незаконченных дел но начатых начатых с добром да поэтому надежда есть что господь нам поможет конечно мы зла никому не хотим были в свою страну мы только хотим чтобы весь народ конечно покаяться и тогда все на второй же день почувствует конечно облегчение начиная с самых маленьких и кончая с самым большими поэтому давайте думать об этом наш все еще впереди великий народ мы еще давайте 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 замечательно вокруг хороших людей всегда хорошие люди вот но они как-то вот ну кристаллизуется вместе да а кто еще в это будет делать только мы должны делать уже некому я себя все время считал как ты когда маленький был а теперь уже тоже уже уже дедушки сможет дело вот дай кружку саня давай 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 другой кружку это чай вот это что-то принес ну вот ну вот давайте вы должны подготовиться ребята сейчас лёша кстати лёша пускай ну я круче тебя конечно пишу он напишет но скажет он лучше он он сам говорит легко очень поэтому саня подвешен язык хорошо поэтому ты видел какой он он очень артистичен понимаю сейчас еще кто-то написал для меня не понимает смысла слова покаяться да это виноваты матери народ не виноват матери воспитывая детей и не объясняют слова старинных русских слов покаяться как это можно пока ты же каешься перед материку что-то ты делаешь перед отцом каешься весь народ должен покаяться перед богом перед богом да и тогда заметно полегче заметно полегче сам на второй день это уже история повторялось много раз все страны которые кались все почувствовали на второй день облегчение не через год не через дядя на второй день уже было облегчение это же не придумано многое это проверено уже это проверено по сути дела ты сейчас произносишь религиозную проповедь проповедь это да ну так оно есть на самом деле а это делать и есть а мы в храме находимся это храм у нас у всех храм мы все в храме находимся и всем будет ли еще согласен пока этого не будет это воду в ступе да видишь народ воду в ступе да надо иметь талант и мастерство чтобы в квартире нового дома разместить такой замечательный музей ведь никакого подобного музея в нашем городе нет нет и в помине это надо быть выдающимся человеком с хорошим вкусом человеком обладающим большой любовью к своей стране к своей истории своей культуре обладать большой силой воли и мужеством мы собрались вместе Рудик Фукс Саша Травин Саша Лазарев и я чтобы отметить день трудящихся 1 мая и создание совершенно нового нетипичного домашнего музея дата 4 мая сегодня подпись и мой телефон ясно Алексей Николаевич посмотри это очень важно замечательно сказал очень хорошо а я скажу а я скажу тогда своими словами а потом это запишем да 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 сначала выпьем да конечно а потом еще нальем и я скажу и опять выпьем и опять нальем и опять у нас будет вообще не музей а настоящий храм храм любви мира и счастья мы уже имели подобный храм на бумаге но такой храм был от Коли Васина у него был храм не как твой твой для людей а у него для внутреннего использования да так вот я не о Коле Васине хотя царство ему небесное я хочу сказать от себя и в книжке напишу что вот все что вокруг все что Рудольф Фукс делал когда был за рубежом Соединенных Штатов когда здесь только что мы слышали очень правильную историю поучительную о том как не хотели человеку даже место давать для музея даже не говоря даже не для музея просто место не хотели давать я уже не говорю о другом так вот все это хорошо все это там понятно пластинки диски картины все это много разных резетных вещей это действительно музей но я хочу сказать самое важное без такой жизненной силы как есть Рудольф Фукс без энергии которая пышет из него даже в тот возраст который сейчас у него есть это ничего бы не произошло ничего бы не было вы представьте себе только на минуту да человек хочет как вот был сейчас тот что хочет человек ты говорил с вами он добьется сам хотеть мало надо быть таким как Рудольф надо не только хотеть а секунды в секунде как ты правильно Рудольф сказал сейчас что у нас каждый день за счастье так это счастье надо приближать каждую секунду и вот он начиная с рождения из тех мыслей когда он осознал для чего он создан и его дети здесь как он уехал как он извините отмотал за то за свое за любовь к своему делу за звукозапись за все так вот это он прорискользит всю жизнь и проносит до сих пор и без той энергии которая ему и до сих пор да дает все это создавать не было бы ничего потому что не бывает просто так исходя из текущего момента да не давали создать просто пришлось подключать всех друзей всех там знакомых и так далее чтобы просто люди поняли что это не для это не блажь какого-то заокеанского гостя а это действительно необходимость у нас в россии все все через тяжелый труд вот потом только люди как художник после смерти осознают что художник да он известный знаменитый да а руль молодец он своей энергии доказал никак доказал что это возможно при жизни и признают все и уважать будут и будет как есть но какой труд он этот приложил и сколько сил сколько крови попили вот 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 за это вот я сейчас и выпил или пишу это в книге то есть энергии нам учиться у Рудика еще учиться и учиться так ребятки я восказал вам свою мечту как правило мои же мечты взрываются я мечтаю что что я написал да выплачено было в песне в тихие продукты согласен согласен ну в реальность может ну что ж выпьем за травичный сбудутся это не сгинет правильно Александр Ильич не сгинет ну вы кстати уже много и сделали по большому счету и еще впереди много и я тебе очень много уже сделал Родик я тебе клипов то сделал за штук 10 наверное не меньше ладно я читаю а то так можно микрофонить полдня и мое это невероятно я в любом с ней не мог представить что Рудольф Фукс будет моим другом и это аура которая окружает мое пребывание в этом музее заряжает энергией не хуже атомной бомбы сам Рудик это необычайный сгусток энергии жизни и силы которая питает всех вокруг заряжает не хуже чем воду Кашпировский в 90-е годы а самое главное что он настолько увлеченный человек что пообщавшись с ним придешь своими мыслями а уйдешь заряженный его идеями как сейчас и прошу отметить что это приходит само никто не заставляет душа сама просит жить так как он в жизни каждый день праздник вся жизнь это музыка а неформальная музыка вдвойне роднее так как жизнь неоднозначная штука и рано или поздно каждый сталкивается с проблемами казалось бы неопределимой силы и такой пример как Рудольф Фукс дает нам вдохновение не только скорее преодолеть все препоны но и радоваться жизни каждый день и получать от этого удовольствие спасибо тебе родной Рудольф Израильевич за твой позитив которого мне не хватает мне хватит не на одну жизнь 4 мая 20-го года с любовью твой Александр Лазарь